всем доброго дня всем добрый день как меня слышно давайте проверим звук поставьте от нуля до 10 как слышно меня десяточки пошли плюсики пошли благодарю вас за обратную связь благодарю вас за то что вы сегодня в такое время уже на ногах уже работаете уже ставите цели перед собой меня зовут афанасьева екатерина я являюсь топкий персон в академии бизнес of life и имею статус 4 звезды сегодня сегодня у нас очень хорошая удивительно интересная школа школа семь шагов как быть успешным как гарантированно получить успех с наюта как развить свой профессиональный профессионализм с академии бизнес of life и скажите мне напишите поставьте мне восьмерочки те кто пришел сюда учиться и узнать секреты и фишечки как как стать успешным как продвигать свой бизнес успешно как сделать свою команду успешной восьмерочки пошли отлично то я думала что меня уже не слышно так отлично хорошо регламент 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 нашей школы но приблизительно где-то 40 60 минут рассчитывайте на это время записывайте вопросы которые вас интересуют и думаю что многие вопросы которые есть сейчас пока присутствует я думаю у многих эти вопросы ну просто вы найдете ответы на них получите ответы на них скажите всех ли интересуют большие доходы в бизнесе ну да поставьте да или нет и мы дальше продолжим хорошо вот сегодня как раз я хочу рассказать о тех семи шагах которые приведут нас к успеху которые приведут нас к возможностям к развитию нашего бизнеса нашей команды нашего нашей структуры вы знаете что компания наюта это компания с такими огромными возможностями которые не достигла еще ни одна сетевая компания за такое короткое время для успеха есть определенная система то чем мы занимаемся то что мы делаем это свои это профессия но к сожалению не все с этим согласны не все понимают что то чем мы занимаемся это профессия и то чем мы занимаемся и этому тоже нужно учиться обучаться это этому это тоже нужно тренировать хочу вам сказать что в компании наюта должны быть не все вы согласны со мной поставьте не семерочки кто-то должен хлеб печь кто-то должен дома строить но нам с вами нужны такие партнеры кого не устраивает такая жизнь на данный момент которую есть сейчас кто готов двигаться и совершать определенные действия вот такие люди нам с вами нужны и и наша задача найти именно таких целеустремленных людей наша задача дать этим людям информацию дать инструменты которые помогут им поменять свою жизнь улучшить свою жизнь кто вместе с вами вместе с наюта и кто будет использовать инструмент такой инструмент как компания наюта как такой инструмент как академии бизнес of life успех вы вы же знаете что успех это не только то что мы имеем это сколько то кем мы становимся в результате благодаря системе академии бизнес of life наши партнеры они достигают высоких результатов ну что же такое система давайте об этом сегодня поговорим давайте поняла поймем зачем она нужна и как она может нам помочь в нашем бизнесе в нашей сфере в нашей жизнедеятельности в любой сфере в любой жизнедеятельности чем бы мы не занимались я думаю вы с этим согласитесь везде нужна система то ли это будет хобби то ли мы пением занимаемся то ли мы вышиваем то ли мы спортом занимаемся то ли мы на работу что устраиваемся то ли занимаемся образованием везде нужна система согласна со мной поставьте мне ну да нет и либо плюсики минусики что хотите согласны ли вы со мной что даже когда мы устраиваемся на работу нам рассказывают правила игры в этих правилах нам рассказывают как сидеть где сидеть за каким столом да когда идти к начальнику какой режим дня на регламент до своей работы и если человек вписывается в эту систему ему дают зарплату если не вписывается тогда либо этого человека переучивают либо этот человек сам переучивается либо ищет другую работу система она есть во всем абсолютно и люди которые следуют системе они всегда добиваются очень высоких хороших результатов но даже вот в любой стране где бы мы не жили посмотрите какой у нас география у нас и казахстан есть и турция есть и россия есть италия здесь есть украина есть в каждой стране есть свои правила и система по которой должен жить человек например если человек переезжает в германию у них есть например такое правило что нужно сдать тест что ты знаешь немецкий язык если ты не знаешь немецкий язык ну тогда прости тебе не разрешено будет жить в этой стране ты можешь приезжать ты можешь там находиться ты можешь можешь в гости кому-то приезжать да но ты не можешь там жить постоянно вот эта вот система это и есть те правила те условия по которым либо человек живет либо создает свой бизнес в нашей компании тоже есть система по которой каждый партнер идет и добивается успеха с выходом компании на ют на просторы интернета было заключено соглашение с академии бизнес оффлайф который возглавляет садова гульнара ей помогает это президент академии ей помогают хорошие тренера люди которые прошли получили огромный опыт которые прошли у которых большой жизненный путь и роза жманкулу и тимиржан жманкулу академия бизнес оффлайф это мощная система мощная академия которая благодаря определенным шагам помогает каждому человеку абсолютно каждому не важно какой у вас опыт неважно какой у вас какая у вас вера какое у вас какая где вы работали абсолютно неважно каждому человеку эта система эта академия помогает стать профессионалом своего дела но сегодня мы как раз с вами поговорим о тех шагах которые уже проверены которые уже работают о той системе которые сделают успешным и вас и вашу команду и ваш бизнес и если следовать определенным шагам о которых мы с вами сегодня поговорим вы просто знаете что вы просто обречены на успех ну и конечно рост рост профессионализме это просто вам обеспечено если вы будете следовать всем тем шагам о которых мы с вами сегодня подробно поговорим и знаете что принцип системы он такой принцип работы он такой что сначала мы работаем на какую-то систему а потом эта система работает на нас на наше имя если например делать те действия которые делали вчера то результат результаты завтра будет такой же как сегодня согласны со мной чтобы стать профессионалом чтобы стать успешным нужно необходимо изменить свои действия какие-то определенные но то есть другими словами то что мы получаем получаем сегодня какой результат мы имеем сегодня это наши мысли и действия вчера результат завтра это наши мысли и действия сегодня ну то есть другими словами если мы делаем все то же самое что мы делали вчера мы будем получать тот же самый результат что мы получаем сегодня есть только сегодня для того чтобы начать что-то делать и начать что-то улучшать что-то менять вчера вы знаете уже прошло его уже никак не изменить никак его никак не переписать есть завтра но завтра еще не наступило но есть у нас в наших мыслях наших действиях наших планах соответственно остается сегодня то время которое дает нам возможность с чего-то начать начать что-то сделать начать изменять наше завтра и чтобы изменить наше завтра нужно сделать сегодня то что мы не делали никогда то о чем мы с вами будем как раз вот сегодня говорить это очень простые шаги они элементарные но когда они выстраиваются в цепочку они создают технологию успешного введения бизнеса а любая технология уникальна тем что она проста что она уникальность в том что эту систему может повторить абсолютно каждый не важно есть у вас опыт нет у вас опыта мужчина вы или женщина подросток с опытом без опыта не важно да то есть абсолютно вот убираем все эти регалии и следуя определенному шагам определенным успехом вы всегда будете на высоте вы всегда будете профессионалом и вас за счет того что это просто вас всегда могут повторить ваши партнеры а чем больше ваших партнеров будут вас повторять тем больше и лучше вы будете развиваться тем быстрее будет расти ваша команда тем быстрее они будут повторять ваши действия тем лучше будет ваш результат академии бизнес of life это такая школа где всегда каждый человек если он сам этого захочет если он начнет делать действовать по шагам он всегда может стать профессионалом профессионально быть успешным и всегда быть на высоте и вот с чего же все таки о каких шагах мы сегодня будем говорить и первый шаг это мечта скажите все ли мечтают все ли знают что такое мечта что для вас мечта для кого-то мечта это просто какая-то нереализованная картинка да для кого-то мечта это какие-то заулочные действия да то есть какое-то далекое будущее что когда-то может быть что-то исполнится для кого-то мечта это например на тот небоскреб которому люди идут мечта мы же когда маленькие были мы все мечтали мы жили в мечтах и мечты для нас в тот момент были реальностью но с возрастом с опытом мы как-то потихонечку переставали мечтать переставали развиваться и во взрослой жизни очень многие люди живут без мечт одно конечно соответственно если мечты нет соответственно нет целей и очень многие вот взрослой жизни люди просто не просто перестает мечтать живут как как придется например там дома работа работа дом вечером куда-то возможно сходили возможно сели телевизор посмотрели а мечта это же ориентир ориентир который помогает нам двигаться мечта это как огромный небоскреб который видно со всех сторон мечта это наш ориентир наш ориентир по которому мы двигаемся с мечтой человек может достичь очень многое без мечты к сожалению человек не живет а просто существует как я уже сказала да что жизнь идет как придется устроились на работу каждый день ходят в определенное время на автобусе едут на работу приходят на работу отработали едут домой дома сходили за детьми и в садик или в школу и школы встретили детей помогли сделать уроки и таким вот образом сделали ужин посмотрели телевизор легли спать это жизнь без мечты без мечты к сожалению человеку появляется очень много проблем но проблема которые начинают толкать человеку в спину да что нужно это сделать это надо сделать а когда нас толкают спил но мы иногда начинаем сопротивляться так и жизнь то есть если нас проблем начинает толкать спину мы начинаем в этих проблемах жить а не проблемы должны человек толкать а мечты вас вести вперед двигать вас вперед и когда мы ставим большие цели преграды для нас становятся настолько незначительными настолько маленькими что мы перестаем эти препятствия замечать и передавать им определенного значения согласны со мной в этом и знаете что в этом мире возможно абсолютно все мысли они материальны главное верить что все достижимо вы знаете наверное да что про мечты и про цели очень много книг написано очень много семинаров этому посвящено но по опыту скажу что многие знают что такое мечта а мечтать не умеют многие согласны что мечты двигают что мечта это наш ориентир а с чего начать не знают вы знаете с чего начать вы знаете как мечтать как записать свой список желаний я надеюсь что многие знают но если кто-то не знает я вам скажу что нашему мозгу на самом деле легче приединять и отрицательное можно сказать что он сначала воспринимает негатив а после этого он начинает уже наш мозг видеть уже возможности и преимущества вот этим давайте воспользуемся прежде чем если кто-то не знает как составить карту желаний если не знает ну кто-то говорит я мечтаю но почему-то эти мечты у меня не сбываются эти мечты у меня не реализуются кто-то говорит что я на самом деле пишу много списков но как-то вот у меня не выходит достижение вот с чего нужно начать возьмите тетрадку или листочек бумаги разделите на две части в первой части в столбик напишите все то что вы не хотите иметь в своей жизни абсолютно вот все что вам не нравится все напишите в этот столбик мы пойдем от простого будем разговаривать на языке мозга и потом будем это все перефразировать напишите все от чего вы хотите избавиться что бы вы не хотели чтобы в вашей жизни было после того когда вы выпишите все что вам не нравится все что не устраивает во втором столбе напротив напротив каждой записи напишите противоположное тому что написали то есть у вас выйдет отличный список ваших желаний отличный список ваших возможностей а дальше просто задайте вопрос вы когда увидите список что вы уже хотите ну например пишите я не хочу быть жить в бедности я не хочу не хочу ипотеку напротив пишите я живу в достатке я живу без ипотеки я закрываю ипотеку после этого когда вы увидите когда вы увидите возможность когда вы увидите сколько всего вы хотите сколько всего вы можете получить вы после этого можете задать вопрос что я могу сделать чтобы это было в моей жизни какие действия мне необходимы чтобы это реализовалось и здесь уже вместо мечт появляются цели вы поставили мечты вы сделали свою карту желаний вы задали вопрос который из мечты делает делает цели и у вас появляются уже шаги к цели то есть что вы должны делать цель это наш первый шаг к воплощению мечты все взаимосвязано и как мы ставим цели после того когда мы написали список когда мы увидели что в нашей жизни не хотелось бы иметь потом увидели что в нашей жизни мы можем иметь мы уже начинаем думать мы видим этот список мы видим какие какие цели становятся у нас долгосрочными помечаем себе это долгосрочная цель какие цели мы можем реализовать в ближайшее время это быстросрочные какие цели мы можем реализовать ну например на пути на пути к долгосрочным это уже среднесрочные ну например вы все это прописали все отметили и пишите что например через три года вы хотите попасть в клуб миллионеров хотите быть на сцене в статусе Карлов чтобы вам уже надевали корону ценили вас приглашали вас на мероприятия это долгосрочная цель чтобы например к этой цели прийти нам нужно развиваться в академии business of life и развиваться в компании наюта чтобы развиваться нам нужно сделать тоже какие-то шаги ну например провести презентацию в ближайшие например ну достичь статуса 6 звезд я хочу достичь статуса 6 звезд ну допустим к концу 2019 года это и есть среднесрочная цель ну и чтобы прийти к среднесрочной цели у нас в списке будут появляться срочные да цели которые нужно вот сейчас в ближайшие например 1-6 месяцев реализовать вы пишете например что я хочу провести или я провожу 10 презентаций на этой неделе то есть например с 9 сентября по 13 сентября я провожу например 10 презентаций или я провожу 15 презентаций или я разговариваю с 10 людьми даю им информацию обязательно цели нужно писать на бумаге в позитивном ключе обязательно то есть все что мы имеем все что сначала приходит идея сначала приходят мысли мы эти мысли переносим на бумагу мы их с вами перенесли сначала в негативном ключе потом все это исправили написали все это в позитивном выбрали для себя где есть среднесрочные где долгосрочные поставили на них примерную дату обязательно это цели должны быть на себя то есть про себя обязательно цели должны быть максимальные но реальные полететь в космос это тоже цель но она должна быть реальной понимаете ну и конечно у вас цели будут уже по спектру получится что я хочу иметь где я хочу побывать это как подсказочки небольшие кем или каким я хочу стать что я хочу сделать для своих людей для своих близких для своих детей для своих родителей это тоже цели чем я хотела чем я мечтаю заниматься если бы у меня было был миллион допустим долларов в месяц и мне не надо не нужно было бы искать где заработать деньги чем бы я занимался что бы я делал цели мы поставили пустые цели не работают их обязательно нужно наполнять как наполнять как заполнять как делать цели не пустыми чтобы они были яркими плотными как это сделать просто сходите вот поставили себе например что вы хотите автомобиль чтобы вы поняли какой вам автомобиль нужно сходите на тест-драйв сходите посмотрите пощупайте эту машину посмотрите как она ведет себя на дороге не понравилось идите в другой авто салон с другой маркой посмотрите запишитесь там на тест-драйв посидите в машине и чтобы мы могли расширять свои возможности чтобы мы могли не просто наполнять свои желания чтобы мы могли выбрать из того что что мы хотим а может быть мы уже это и не хотим мы хотим что-то другое пробуйте смотрите ходите по магазинам ходите в дорогие магазины никто не говорит вам что вам нужно что-то купить за то что вы для себя это посмотрите за то что вы это на себе примерите денег с вас никто не возьмет ну простите по голове тоже не даст поэтому наполняйте свои цели расширяйте свое сознание расширяйте свои возможности свои хотелки свои хочу и если например вы пришли в магазин померили вот я как дама да буду говорить как дама и вы пришли в магазин померили платье за 2000 оно вам понравилось ну качество хорошее все интересно все здорово сходите в магазин где будет платье стоит 80 100 тысяч посмотрите как вы себя ощущаете разрешаете ли вы себе такое платье Рабида разрешаете вы себе такое качество такую цель таким образом когда мы начинаем наполнять свои желания когда мы начинаем их оживлять мы начинаем и расширять свои возможности а когда мы начинаем расширять свои возможности мы начинаем привлекать в свою жизнь именно то, что лучшее для нас. Вы, допустим, вот пришли в компанию Наюта, зарегистрировались и уже даже деньги начали зарабатывать. Написали список того, что вы хотите улучшить, что хотите получить, составили свою карту желаний, определились с целями, поняли, где хотите побывать, какими хотите стать, поняли, как хотите помочь улучшить жизнь семье, поняли, что хотите иметь и определились тем, чем хотите заниматься. А дальше что? Вот как вы думаете, что дальше? Расширять хотелки. Все отлично. Расширять хотелки – это и есть наши цели. Это и есть наш список желаний, карта желаний, которую мы тоже так же пополняем. Вот после того, когда вы определились, когда у вас возникла идея, вы записали ее на бумагу, рассмотрели с разных сторон, то есть какая цель, как она нам поможет, рассмотрели ее в негативе, в позитиве, наполнили эту цель, составили план действий, приняли решение. И как только мы приняли решение, вся жизнь начинает просто крутиться вокруг этого события. Я думаю, вы с этим тоже согласитесь. Вот, например, молодой человек, он решил жениться. Очень хороший пример. До этого он не думал, он учился, он ходил на какие-то мероприятия, он на скотеки ходил, в клубы ходил, с кем-то знакомился, с кем-то не знакомился, то есть для него это была как игра. Потом человек решил жениться, и все начало крутиться вокруг него, вокруг этого действия. Какую девушку выбрать, какая будет супруга, сколько детей ведут, где будут жить, с кем будут жить, будут ли они с родителями жить, будут ли они в своей квартире или в своем доме жить, что они будут делать, будут ли они путешествовать. То есть это и есть то, что мы приняли решение, и все действия начинают крутиться вокруг этого решения. И чтобы нам определиться, с кем мы хотим работать, с кем мы хотим создавать свой бизнес, с кем мы хотим строить свою структуру, тут тоже нужно принять решение, кто вам нужен, и с кем и какими людьми вы хотите строить свой бизнес. А для этого, чтобы определиться, мы составляем список знакомых. Список знакомых – это золотой актив вашего бизнеса. Многие говорят, у меня нет знакомых. Кому-то я, кому, ну, кому бы я мог это рассказать, у меня вообще нет ни людей, ни знакомых, я вообще не умею приглашать. Знакомо вам такое? Поставьте восьмерочки. Ну, просто знайте, что вы не один. Если вам такое знакомо, вы знаете, что вы выходите на улицу, вы вообще на улицу кто-нибудь выходите? Ну, я думаю, что вы не живете в четырех стенах, а также делаете действия, движения и по улице, и по другим социальным местам. И когда вы выходите на улицу, вы же видите, что вы там не один, что там есть люди. Когда мы возьмем телефон, справочник откроем свой телефонный, мы тоже увидим, что там, оказывается, тоже очень много имен. И оказывается, вы тоже не один. Вы же ходите по магазинам. Даже зайдя в магазин, там как минимум один человек, продавец будет. Многие говорят, нет людей. Ну вот, я бы хотела с вами не согласиться абсолютно. На Земле, на планете Земля более семи миллиардов людей. И в вашем окружении тоже есть люди, которые тоже не умеют приглашать, но очень бы хотели, например, быть здоровыми, очень хотели бы быть стройными, красивыми, выглядеть моложе своих лет. Кто-то хотел бы закрыть побыстрее ипотеку, потому что она уже настолько тянет, например, да, что человек просто уже не знает, что делать. Кто-то мечтает поменять свой старенький автомобиль. Кто-то из вашего окружения хочет улучшить физическое состояние своих родителей, чтобы родители были в физической, в хорошей форме. А кто-то думает, например, в вашем окружении, где найти возможность, чтобы дать хорошее образование своим детям. И эти люди, они тоже не умеют приглашать. В нашем бизнесе же не нужны все. Вот поверьте, не все хотят быть здоровыми, не все хотят быть богатыми, не все хотят выйти из этих кредитных ям. Кому-то это даже нужно. Кто-то в этом даже как-то наслаждается, что ли, по опыту я смотрю, и не все будут смотреть с вами в одну сторону. А нам как раз нужны те, кто будет с нами смотреть в одну сторону, кто с нами будет достигать целей. Вот такие люди нам нужны. А чтобы таких людей найти, нам и нужны, мы и составляем список знакомых. Знаете, что хорошие люди, они принесут счастье. Плохие наградят нас опытом. Худшие дадут нам урок, а лучшие, а лучшие они дадут, подарят нам воспоминания. Поэтому цените каждого в своей жизни. Как же составить список знакомых? Как же он составляется? Откуда его вообще можно взять? Лучше всего начинать работать с теплого круга знакомых. Вы же знаете, да, начинаете вспоминать. Это друг, это друг друга, это подруга мамы, это знакомый папы, этот человек, он в гараже с папой что-то делал. И когда начинаете вспоминать, очень тяжело это все удержать в голове. Поэтому так же, как и цель, так же, как и мечту, мы просто их, тех людей, которых вспомнили, переносим на бумагу. Но здесь просто уже, да, здесь записывайте имя, фамилию человека, если фамилию помните. Если не помните, хотя бы просто имя, или хотя бы кличку, если не помните ни имени, не фамилию, если помните телефон, пишите телефон. Если не помните, ничего страшного, можно эту графу не заполнять. Если помните дату рождения, дату рождения обязательно ставьте, потому что иногда очень приятно позвонить человеку, поздравить его, а человек в таком восторге, откуда ты это знаешь, а ты еще помнишь, а как я тебе очень благодарен за это. И таким образом налаживается определенный контакт. Пишите какие-то комментарии напротив фамилии, напротив имени, или напротив того человека, которого вы вспомнили. Пишите, где вы встречались, что делали вместе, то есть что вас соединяет, о чем вы говорили, вы обязательно вспомните. Список знакомых, он никогда не заканчивается, никогда, это тот инструмент, с которым мы будем работать всегда, каждый раз. Мы встречаемся с людьми, слушаем их проблемы, люди рассказывают свои проблемы, и поверьте, из тех людей, с которыми вы поговорите, обязательно будет тот, кто вас услышит, обязательно будет тот, кто заинтересуется тем, чем вы занимаетесь. И обязательно будет тот человек, который захочет вместе с вами добиться своего успеха. Ну и, конечно, придет тот человек, у которого будет так же огромная цель, как и у вас. Ну и тут важный момент, очень важный момент. Никогда не решайте за других. Наша задача просто дать ему информацию, а воспримет он или не воспримет, это его ответственность. Наша задача вспомнить всех, кого мы знаем, ну и, соответственно, дать этим людям информацию, когда мы с ними уже встретимся либо созвонимся. Ну, многие говорят, что мы смотрим вот на свой список и говорим, «Этому не буду звонить», это по поводу принятия решений вам говорю. Вот, например, смотрите список, говорите «Этому не буду звонить», «Этому не буду говорить», «Этот какой-то вредный, он не воспримет эту информацию», «Этот вот в другой компании добился результатов». А потом смотрим, этот человек, которого мы, например, вычеркнули и не стали мы давать информацию, а он у вашего партнера помогает ему делать бизнес. И были такие уже у нас случаи, когда человеку, ну, допустим, там, тетушка, она пришла в компанию «Наюта» или в другую компанию, она начала свой бизнес и сказала, «Нет, я не буду никому, ни племянникам, никому информацию не давать». Приходит на презентацию, а там ее племянник уже сидит с командой. Все равно кто-то даст информацию, только этот человек уже будет не с вами. Поэтому, или он, наоборот, скажет, «А почему же ты меня не позвал? Ты же уже год в этой компании, или там полгода в этой компании, а только мне дал информацию, я бы уже как год с тобой вместе строил бизнес». Почему ты мне не рассказал тогда? Лучше сделать и знать ответ, чем не сделать и жалеть всю жизнь, что не пробовал даже. Вот как составить список? Есть очень простая структура составления списка. Очень простая. Ну, возьмите, например, фото, телефонный справочник, вот просто выпишите всех, кого вспомнили, кого увидели в телефоне, например, да, на фотографиях, увидели в соцсетях, и просто пометьте. Категория «семья». Кто это? Члены семьи. Мама, папа, брат, сестра, двоюродный брат, двоюродная сестра, двоюродная тетя, двоюродная бабушка. Вот прям выписали, да, это семья. Дальше. Категория «школа». Вспомнили из категории «школы», с кем вы учились. Возможно, вы еще встречаетесь с одноклассниками. Выписали тех людей, с кем вы встречаетесь. Дальше написали, например, категория «путешествия». Куда вы ездили? С кем вы там разговаривали? С кем познакомились? Там, соцсети, например. С кем вы общались в Фейсбуке? В ВКонтакте? В Инстаграм? С кем вы общаетесь? Кто вам там лайки, классы ставит? Просто вспомните и запишите. Здесь абсолютно неважно, есть телефон, вспомнили вы телефон, встречались, не встречались, просто запишите. Я думаю, у вас было такое, что мы просто вспоминаем человека, записываем его к себе на листочек, или просто в голове держим его, а он у нас через какое-то время появляется, он нас сам находит. Бывает такое? Поставьте. Да, нет? Чтобы я понимала, что и звук есть, и что вы меня слышите. Бывает такое, что вспомнил человека, вспомнил, нет ни связи, ни телефона, ни фамилии не помнишь, просто вот вспомнил его образ. А потом раз он в вашей жизни каким-то образом появился, он либо сам позвонил, либо в соцсетях вас нашел. Ну и просто знайте, что случайных встреч не бывает. Вселенная, она настолько мудрая, она настолько грамотно все простраивает. Если этот человек, например, вспомнился, знайте, что ему от вас тоже что-то нужно. Просто он об этом еще не знает. Вот если, для примера, у меня есть знакомая. Мы, например, с ней очень давно не общались, очень-очень. И как-то она мне вспомнилась, сын набрал ей телефон, она перезвонила, мы с ней пообщались, и выяснилось, что ее мама болеет, что у мамы онкологии, и ей в срочном порядке нужен тот продукт, который есть у меня, который есть в той компании, в которой я сейчас нахожусь. Поэтому просто знайте, что если человек вспомнился, запишите его. Он тоже о вас думает. И Вселенная в любом случае создаст такое событие, в котором вы сможете встретиться и поговорить. При работе со списком мы можем просто поздравить, например, человека с днем рождения. Ему это приятно будет, как я уже говорила. Просто позвонить, спросить, как дела. И при разговоре понять, например, какие трудности у человека и что он сейчас на данный момент хотел бы решить. И бывает, например, такое, что мы человеку позвонили или просто там встретились, рассказали, чем занимаемся. Получили от этого человека отрицание, получили нет и начали его избегать. Такое тоже было? Скажите, у кого было? Напишите пятерочки. Мы получили ответ нет и стали говорить, ой, нет, нет, главное сейчас, я ему уже звонил, больше не надо звонить. Нет, 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 больше не буду звонить. Вот это, кстати, большая очень глупость, потому что скорость, на самом деле, скорость восприятия информации у каждого человека своя. В тот момент, когда мы даем человеку информацию, он не всегда готов это услышать. Он зачастую даже не понимает, о чем вы говорите и как с этой информацией владеть. Он даже, ну, еще пока боится, для него это еще пока непонятно, у него нет картинки того, о каких возможностях о каких возможностях вы ему сейчас рассказываете. Ну, вот даже вспомните себя. Вам дали информацию, любую абсолютно. Мы что делали? Мы подумали, ага, у нас нет картинки, у нас не с чем это состыковать, мы не понимаем речь, о чем говорит этот человек. Ну, и чтобы дать какой-то ответ, мы говорим, спасибо, мне это неинтересно. Нет, нет, нет. Было такое у вас? Вот вспомните. Скажите, звук хороший, поставьте, пожалуйста, от нуля до десяти. А то тут вот кто-то алло говорит, наверное, не слышно. Да, благодарю за обратную связь, тогда давайте продолжим. Ну, было, конечно, такое, что нам рассказывают, мы говорим, ой, нет, нам это неинтересно, а сами вообще не поняли, о чем речь. Вообще не поняли. Ну, потом что происходит? Потом начинают появляться какие-то ролики, мы начинаем эти ролики рассматривать. Потом появляется какая-то статья, мы вспоминаем, что мне-то этот знакомый как раз вот про это и говорил. А тут как раз статья написана, я эту статью как раз, вот как хорошо, что она мне попалась, да. Потом мы, например, там в соцсетях что-то увидели. Потом увидели, что человек, другой человек уже дает информацию о том, что вот недавно говорил, говорил мне мой знакомый. И у нас начинает складываться представление о том, что это такое, что какую информацию мне дал мой друг, да. И только после этого мы начинаем складывать пазлы, у нас складываются файлы, и мы понимаем, какую возможность этот человек дает. Вот другие люди, они точно так же воспринимают информацию, как и мы. точно так же. Поэтому рассказали о возможностях, получили ответ, отрицая, пусть он отрицательный будет. Скажите спасибо этому человеку, и обязательно в своем списочке запишите, что этому человеку нужно позвонить через месяц. А через месяц человек уже собрал для себя какую-то информацию, он уже готов вас выслушать, он уже готов к тому, что вы ему предлагаете. Но даже если он через месяц не готов, позвоните ему еще через месяц. Может быть, он еще, его скорость восприятия немножко другая, побольше времени ему нужно для того, чтобы он принял решение. По статистике могу вам сказать, что из десяти людей, которых вы пригласили, только один даст свое согласие. Если взять тех девятерых, которые отказались, из этих девяти еще один даст свое согласие. Если и дальше вы будете с этим списком работать, из восьми оставшихся один всегда даст согласие. Всегда будет с вами. Из семи оставшихся еще один даст согласие. То есть по статистике из десяти семь будут ваши партнеры. Семь. Это даже больше пятидесяти процентов. Ну, а если мы будем говорить о том, что вот он мне отказал, спасибо, до свидания, больше ему не позвоню. он никогда не будет в вашем, в вашей команде. А вы по статистике знаете, что из десяти семь будут ваши. Но для этого им просто надо несколько раз дать информацию. Просто у себя в списочке помечайте, что этому человеку я дал информацию, он пока мне отказал, пока, да, я ему позвоню обязательно через месяц или через два месяца. То есть смотрите по состоянию. Поэтому не бойтесь отказов. Просто знайте, что люди еще не готовы воспринимать то, о чем вы ему говорите. Просто им пока еще страшно из-за того, что они еще это пока не понимают. Пока еще не сложили они те файлы, те пазлы, о которых мы хотим сказать и о которых нас распирает. Просто дайте информацию, запишите результат. Вернетесь к этому через какое-то определенное время. И вы сами увидите, что у вас результат будет абсолютно другой. Абсолютно. И когда человек уже получает информацию, мы начинаем приглашать его к себе в команду. Вот как вы яхту назовете, так она и поплывет. Прежде чем приглашать человека, нужно понимать, куда и зачем. А наша задача это сортировка и подбор партнеров, которые являются целеустремленными, с которыми мы будем на одной волне, с которыми мы будем достигать свои большие цели, приглашение это такая тонкая грань, которой тоже нужно учиться и которой тоже нужно тренироваться. Согласны со мной? Поставьте восьмерочки. Приглашение с чем можно его сравнить? С чем можно сравнить? Я надеюсь и думаю, что в комнате тоже есть люди, которые когда-то учились ездить за рулем, которые знают, что такое сцепление на автомобиле. Когда я училась ездить за рулем, мне, например, было очень сложно, но я думаю, для всех это было сложно, получить вот такое плавное отпускание сцепления, потом переключение передачи и, соответственно, плавное нажатие на газ, чтобы машина не дергалась, а спокойно, плавно начала свое движение. Это место вот сцепки, когда машина начинает плавно двигаться, когда она, когда вы уже не думаете, когда вы много-много раз это сделали, когда вы много-много раз, ну, машина то дергалась, то заглохла, то еще что-то с ней случилось. Вот это называется опыт, это называется тренировка. А вот это сцепление, это такая тонкая грань, это тот самый опыт, это как это еще назвать, вот для того, чтобы идеально получилось, это нужно сделать много раз, это нужно повторить. Очень хорошо, когда сидит рядом человек и подсказывает тебе, что нужно сделать. Вот в автошколе это тренер, а у нас в бизнесе, в нашей компании, в нашей команде это наставник. Это человек, который всегда сидит рядом, всегда вы ему можете позвонить, и он всегда вам может рассказать. Но сколько бы теории не было, пока вы сами не прочувствуете, пока вы сами не научитесь плавно отпускать одну педаль и нажимать плавно другое, чтобы машина плавно начала двигаться. Вот пока вы это не пройдете, пока вы не натренируетесь, пока не научитесь, ну мы будем делать ошибки, пока не научимся. Поэтому везде нужно обучение, везде нужно учиться, везде нужна практика. Вот с того момента, когда уже мы одну педаль плавно отжали, вторую педаль плавно нажали, с этого момента этот опыт переходит уже в условно-рефлекторное действие и переходит в ранг навыка. То же самое происходит и в бизнесе. Это тогда, вот эта вот сцепка, этот опыт, когда вы уже не думаете об этом, а все происходит уже как-то само собой. Вы уже, вот если сравнить опять же с автомобилем, здесь мы уже не думаем, куда нажать, где остановиться, как поехать. Вот точно так же это и в бизнесе, когда мы тренируемся, когда мы развиваемся, когда мы учимся, да, у нас уже появляется тот опыт, тот навык, о котором мы даже уже не думаем, уже мы получаем, переходим от одного состояния в другое состояние. Вот в бизнесе это называется приглашение. Это то место, которое сначала не получается, потом вы нащупываете это сцепление, этот переход, этот вот грань от одного состояния к другому, и потом это все уже начинает получаться на автомате. Ну, что я имею в виду? Я считаю, что приглашение человека в бизнес абсолютно для каждого оно индивидуально. схем много. Согласна, наверное, да, очень много тренингов, очень много школ по приглашению и дают определенную схему. Но если вы по этой схеме будете работать не нащупав свои фишки, свои интонации, свое поведение, это будет просто чисто меха... вот просто чисто шаблон. когда мы нащупываем свои фишечки, когда мы знаем, где какую интонацию произнести, какое поведение для конкретного человека, это уже чисто индивидуальные вещи. И важно, чтобы эти вещи исходили от вас, из вашего опыта, а чтобы вы получили этот опыт, нужно, как я уже говорила, конечно, нужно учиться, нужно развиваться. когда мы пользуемся пустыми шаблонами, ну, простите, люди не верят нам, они нас слушают, но не воспринимают нас так, как мы доносим информацию. А когда мы говорим от своего опыта, от той индивидуальности для каждого, люди начинают прислушиваться, присматриваться, ну, и это есть та самая сцепка, то сцепление, к которому, где ваше приглашение начинает работать. А как правильно приглашать? Правильно приглашать? Просто нужно нащупать вот то место, где это приглашение начинает правильно функционировать и приносить свои результаты. Ну, многие говорят, да я уже раз десять приглашал, у меня ничего не получается. Я уж раз пятьдесят приглашал, у меня люди просто не слушают. это не говорит ни о чем. Это говорит только о том, что вы пока находитесь в процессе обучения и больше ничего. Я очень надеюсь, что мой пример дал вам возможность сравнения и вы поняли, что не нужно просто бросать, приглашать людей, что это момент, процесс обучения. Чем больше мы будем обучаться, тем больше мы нащупаем вот эту вот сцепку, тем больше у нас будет возможность, тем больше у нас будет больше примеров, тем больше будет у нас приглашений. Ну, опять же, вот вы попробовали, не получилось. Да, у многих не получилось, падает уровень вдохновения. Падает уровень вдохновения, происходит вот такой психологический надлом. Это не говорит, что вы плохой, это говорит о том, что у вас пока не так много опыта. Просто сейчас на данный момент, еще раз повторюсь, вы находитесь в процессе обучения. Если вы будете вот с таким намерением, что, о, это не мое, я уж там 10 раз приглашал, люди там говорят, ай, не надо, не говори мне ничего, только отказывают и отказывают. Ну, вот с таким настроением не получится ни на работу на хорошую устроиться, ни людям дать информацию, ну, вообще ничего не получится, если честно. А мы как раз ищем ту грань, которой нужно тренироваться. Тренироваться, ну, соответственно, чем больше тренируетесь, тем больше у нас получается. Вот во время приглашения не нужно людей уговаривать, не нужно доказывать, не нужно продавать, ну, конечно, еще во время приглашения не надо делать презентацию компании, особенно, как это многие делают, когда дают информацию по телефону и дают полностью презентацию. Вот приглашение это 100% интриги и 0% информации, да, ну, например, вот вы, это очень важный момент, вы, например, говорите, «Вася, ты знаешь, чем я занимаюсь?» Он, например, говорит «да». А вы говорите, я, конечно, не ожидала или там не ожидала, но тема очень классная, я думаю, тебя бы она тоже заинтересовала. Пойдем, послушаешь. Он говорит «да не, не, мне это не надо», а вы просто говорите «а я тебя прошу как послушать, как говорит человек, всего-то 10-15 минут твоего времени, да, то есть у вас в этот момент вы даете информацию, но вы не преувеличиваете ничего, не распыляетесь, и человек как-то начинает к вам прислушиваться. Или, например, говорить «Вася, привет, я занимаюсь тут одной темой, ищу тех людей, с которыми это дело, ищу тех людей, с которыми я хотел вести это дело, и есть ли в твоем окружении люди, которые хотели бы, например, зарабатывать тысячу долларов в неделю или в месяц? Вася уже в этот момент он понимает о том, что вы каким-то делом занимаетесь, чем вы занимаетесь, еще пока непонятно, и почему вы его не зовете, тоже ему непонятно, он начинает вам задавать вопросы. Вот, или, например, вы можете сказать «Я сейчас ищу пару человек, мне всего два человека надо, у меня сейчас есть хорошие места в бизнесе, и мне нужны люди, которые ищут хорошие возможности». Есть ли такие? Ну, Вась тут тоже вопросы задает, понимаете? И вот презентация это как раз та часть, которая покажет человеку, как он может улучшить свою жизнь с помощью ваших инструментов. Информация на презентации, она должна быть короткой, лаконичной, на понятном языке, должна быть правдивой, и хорошо всегда презентация срабатывает, когда это третье лицо. у нас есть каждый день презентации идут в 12 по Москве, в 19 по Москве, это презентации онлайн, в каждых офисах есть у нас свои презентации, они идут тоже в свое определенное время, вы просто узнайте и уже туда приглашайте людей к этому времени. Сама цель презентации это ознакомить, дать первичную информацию и показать путь разрешения проблема кандидата, то есть вашего друга или вашего человека. То есть другими словами, вот что я хочу сказать, что цель презентации не подписать человека, а показать путь решения его проблемы с помощью вашего продукта нашего и с помощью нашей компании. Ну вот, а после того, когда человек уже принял решение, побывал у вас на презентации, посмотрел, что же дальше, а дальше у нас как быть дальше, да, вот с теми, кто принял решение, здесь, ну тоже разные варианты, кто-то будет вашим партнером и будет вместе с вами строить бизнес, и тогда вы ему показываете все те шаги, которые знаете сами, все те школы, которые дадут ему возможность развиваться и расти, а если человек, например, не хочет строить бизнес, не хочет развиваться в бизнесе, но хочет, например, продукцию взять, ну и не отговаривайте его, этот человек, он может что-то приобретать в интернет-магазине, тем более компания наюта, это не просто компания, это интернет-магазин, он что-то для себя приобретает, он покупает для себя продукцию, вы получаете за это еще и вознаграждение, поэтому, ну даже могу сказать, что даже те клиенты, которые, те люди, которые стали клиентами, они в дальнейшем через собственное потребление, через тот результат, который они получают, они начинают рассказывать и давать информацию другим людям, а таким образом к вам придут другие люди, таким образом к вам придет другие партнеры, и хочу сказать, что вот даже вот по своему опыту, что люди, которые просто становятся клиентами, они в дальнейшем становятся очень хорошими вашими партнерами. ну и здесь хочу сказать, что когда мы, когда у нас есть клиенты, клиенты получают свои результаты, эти клиенты перерастают в хороших профессиональных партнеров. Очень часто люди, ну вот в компании, например, наюта, не обязательно покупать продукцию, мы можем об этой продукции много почитать, мы можем получить информацию на школах по продукции, мы можем много видеть результатов, но пока мы сами на себе не испробуем, пока мы сами не получим результат, другие люди будут эту информацию воспринимать 50 на 50. Как только вы становитесь продуктом своего продукта, как только люди начинают видеть ваше преображение, то, что кто-то постройнел, кто-то стал лучше выглядеть, у кого-то не знаю, зрение улучшилось, у кого-то, ну то есть много результатов, да, какие-то результаты получили, люди начинают сами интересоваться, чем же вы занимаетесь. Вот в моей команде есть человек, который после использования маски, после использования соли, она сделала очень быстро, достигла статуса две звезды. Почему? Да потому что в той, в том населенном пункте, она живет, все начали спрашивать, как это ты так, что ты сделал, что ты так похорошела? Ведь мы тебя месяц назад, например, видели, ты была совсем другой. Она рассказывала о том, что она делала, что она принимала, люди говорили, что я тоже так хочу, несли деньги для того, чтобы стать партнерами. Вот это есть результат, это быть продуктом своего продукта. Мы можем пользоваться продукцией, для того, чтобы стать профессионалом, мы можем ходить на школы, а еще у нас, когда мы хотим добиться больших результатов, когда мы хотим в нашем списке есть такой пункт, каким я хочу стать, мы начинаем самообразовываться, мы начинаем искать книги, мы начинаем искать аудиокниги, ролики начинаем смотреть, это сейчас очень доступно, это сейчас за многие книги даже платить не нужно, достаточно набрать либо в ютубе аудиокнигу и слушать ее, либо, например, в приложении есть аудиокниги нужные, с нужными темами, также их прослушать, просмотреть, но очень хорошая школа, очень хорошее движение в профессионализме дает Академия Бизнес Оф Лайф, в Академии Бизнес Оф Лайф приходят разные люди, в Академии Бизнес Оф Лайф, как я уже сказала, она сотрудничает с Наютой с того момента, как Наюта решила выйти на международный рынок, и хочу сказать, что сейчас сейчас уже очень много людей, которые могут делать то, что раньше они этого, ну, даже не думали об этом, Академия Бизнес Оф Лайф делает профессионалов из обычных людей, из обычных людей профессионалов, и вы эти знания, эти применения можете использовать в любой сфере своей жизни, развитиями, поэтому самообразование это очень важный момент и очень важный шаг в нашем развитии. Итак, что же мешает быть успешным? Мешает быть успешным только то, что мы не выполняем эти шаги. Как только мы узнали об этих семи шагах, как только мы для себя приняли решение, написали список, написали, нашли свои цели, научились делать карту желаний из того, что мы не хотим, сделали то, что мы хотим. И, конечно, следуя следующим шагам, мы всегда добиваемся того, что мы себе на начальном пути поставили. И, как сказала Флоренс Нейтингел, свой успех я объясняю только тем, что я никогда не оправдывалась и не слушала оправданий. ребята, все в ваших руках. Вы всегда можете развивать свой бизнес и добиваться успеха. Вы всегда можете выбрать не добиваться успеха и просто посмотреть телевизор. Все в ваших руках. И у вас прекрасные инструменты. Это в виде компании Наюта с ее уникальными продуктами. И это обучающая система Академии Business of Life. Я бы хотела на эти семь шагов я вам рассказала маленькие фишечки и мне бы хотелось получить от вас обратную связь. Была ли цена эта школа сегодня. Благодарю вас. Благодарю за обратную связь. Очень приятно читать. Благодарю за то, что вы были такими активными, за то, что помогали мне, что давали обратную связь. Я надеюсь, что то, что я вам сегодня рассказала, для вас это было ценно. Я вас еще раз благодарю. Желаю вам продуктивного дня. С вами была Афанасьева Екатерина и до встречи. Афанасьева Екатерина